Конечно, это жесть, а по-другому как? Только-только мы привыкли, только-только мы опустили доллар к рублю до уровня 50-60 рублей. Я думал, что так все и будет. Думал, наконец-таки мы вернемся на круги свои, а потом динаминируем, и один рубль будет стоить как 60... в смысле, один доллар будет стоить как 60 копеек. Ну, мы это дело проходили, не помните, я вам расскажу. Мы это дело проходили еще в Советском Союзе. Была такая дивная страна, вот такая страна, где проблемы с долларом вообще никаких не существовало. Это было клево. Но сегодня и сейчас доллар что-то поперся куда-то вверх. А мы вам задаем вопрос, а какие у нас отношения по цене, я имею в виду цена электричества по отношению к доллару, насколько сильно она прыгнула? Именно поэтому я делал сюда китайскую кепочку, чтобы вам показать, что вы даже должны понимать, что Китай тоже прыгающая к доллару структура, но там все красиво и ровно. Как это красиво и ровно у нас? Давайте зайдем, проверим и спросим. Конечно, тоже зависит, понимаете? Когда ценники прыгают, вы же тоже должны понимать, да? Как бы вам объяснить-то? Самый интересный вариант, это вы когда зайдете в сетевики. То есть там все прыгнуло сразу где-то процентов, наверное, на 10, может быть, на 20 в сетевиках. Здесь все как было, ну, чуть-чуть небольшие преимущества. Хотя, в принципе, все, что делается здесь, все делается, во-первых, в России. Единственное, что-то может подорожать, но вы не должны ни о чем беседовать, думать и вообще. Как бы вам сказать, по сути событий есть две качественные страны. Ну, одна очень хорошая страна, а вторая примерно из той же оперы. Я про Китай, про Россию говорю. Или вы думаете, что в Америке все красиво и ровно? Ну, может быть, там красиво и ровно, вопросов нет. Но когда мы говорим, что все это делается из наших металлов, то есть металл делается из нашего дюраля, дюралюминия, просто алюминия, из нашей же меди, да из нашего же, как это называется, полиэтилена, ну, или то, что обращено здесь. Резина – это тоже все наше, поэтому вы даже не думайте. Спокойненько приходите в электросиле, вам говорят по дивному китайскому принципу. Ценники абсолютно нормальные, приходите и покупайте. И самое забавное, немножко в других местах находится. К сожалению, меня туда не пускают, а это очень плохо. Но то, что я вижу с обратной стороны, прямо вот отсюда, прямо вот отсюда я это дело вижу. Да-да-да-да-да. Тут дело-то в чем? Дело в том, что самая забавная ситуация в том, что руководство электросилы не стоит на месте. Оно не стоит на месте. Здесь такие вещи есть, такие уникальные вещи. Потому что мы не будем говорить, что сюда пришел, купил и ушел. Во-первых, давайте все-таки поговорим про электричество. Электрификацию, которую нам дал Владимир Ильич Ленин, это очень хорошая ситуация. И, конечно же, мы за электричество не платим столько, сколько платят жители Западной Европы. Там все с головой немножко. Это то же самое, что про Турцию. То есть вся Турция освещена, и даже зимой. А электричество там, такие цены внедряются, что я просто иногда не понимаю, о чем там идет речь. Здесь же, здесь же, да и вообще, что мы можем вам предоставить? Берите, покупайте. Сюда прийти надо и уйти не просто так, а купить. Нужно и красивейшую вешать. Я вот не знаю, что, где и как. И не знаю, и даже думать собираюсь. Потому что, когда я прихожу сюда, мне здесь больше всего нравится. Больше всего нравится мне почему? Потому что, во-первых, ценники здесь, как бы вам сказать, идеальны, оптимальны для тех, у кого даже пенсия. И при меня, вот вы только что обращались с пенсионером, кстати. Он тоже здесь покупает. Потому что, как бы, ну, мы не будем говорить, что все-таки куда-то прыгнуло. Нет, 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 нет. Они не будут прыгать. Нам это не нужно. Нам необходим вариант немножко другой. Нам необходимы вы. О, обыкновенные человеки, магнитогорцы, гости города Магнитогорска. Мало того, гости из Челябинска, из Екатеринбурга. В общем, все приезжайте сюда, потому что, посмотрев воедино, вы должны понять, что дешевле, чем в электросиле, нету ни одного магазина в Урало-Сибирском регионе. М-м-м, клево. И замочки-то есть. И штангер-циркуль есть. И биты-биты-биты-биты разные есть. И сверло-сверло-сверло разные есть. И удлинители тоже разные есть. То есть, есть такая возможность где-то там далеко дыркануть. Не хватает, понимаете? Ну, и хватает. Не хватает у вас. Не бура, ничего. Так спокойненько удлинитель взять. Он такой тяжелый, конкретный, ровный. И в этой точке аккуратненько сделать вам необходимую дырочку. Ну, дальше протянуть несложно. В принципе, проводочки-то существуют. Ну, биты все остальные прямые. К слову о том, что примочки есть разные. А, допустим, сверло широкого диапазона и толщины, естественно. Я имею в виду там, где вы сможете продырявить достаточно небольшой кусок металла. Может быть, вы, кстати, можете провернуть на 3 мм. Это можно сделать. Примочки есть. Что касаемо дальнейших вещей. А, вот здесь. Вот здесь. Да-да-да-да-да. Вах! Ух ты! Сверло по кафелю. Вах! Да-да-да-да-да. По керамической биты. Да что это за безобразие. Коронки гранитные. Да все что угодно. Вах! Да-да-да-да-да-да-да. Ах, какая красота. Это красота и удовольствие. И красота и удовольствие еще и мне говорят ценники. Ценники абсолютно нормальные, ровные. Нету визга, нету писка, нету ничего. Как было? Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть немножко. А может быть и не удалось приподнять ценники. Потому что некоторое количество делается и в России. А в России не всегда все привязано к доллару. Поверьте мне, не всегда все привязано к доллару. Насколько это сложно, когда доллар прыгает? Это плохо для туризма. Потому что до показателя Турции нам не доехать никогда. Это плохо для того, кто грезит машинами. А если бы продуктовые были сетевиками для людей, то этого бы не привело ни к чему. Поэтому ценники на недвижимость влупились. Ну, не торопитесь. Я вам очень скоро покажу, как надо жить. Есть грамотные специалисты. Что же касаемо электричества. Я бы сказал, как. И небольшой нюанс я покажу. А это и Россия, и Китай. И там, и там доллар прыгает. И наши юани прыгают так же. Но юань это большая часть. Потому как там их почти 2 миллиарда. Я так скажу. А с ценой на электричество вы все видели. Давайте послушаем, как вам говорят про это покупатели. Доллары прыгнули, да? Не знаю. Не в курсе. Не прыгнули. То есть вам вообще фиолетово, да? Потому что вы здесь покупаете. Ну, не часто, но покупаем. На доллары внимания не обращают. Не обращать внимания никакого, правильно? Да. Доллары прыгают, да, ведь? Возможно. Возможно, да? Но мы живем где? В России? Да. А товар где берем? Там же. В электросерии, да? Да. То есть какие-то вариантов, по ценникам, никаких вариантов не возникло в природе своих высоких, правильно? По-разному. По-разному, но все равно можно здесь покупать, да? Да. Но вы же тоже должны понимать, что доллар скаканул, мы хотим видеть нормальные цены. Вы видите нормальные цены здесь? Да, что-то я не знаю. Но купить можно. Ну, купить можно, да. У нас ситуация с долларами, вот, сиганула, да, последние две недели, мы просто чуть-чуть не уфигели, да? То есть доллар начал почему-то почти по сотне стоить. Так ведь? Ну. Ну, вы поняли, да, в сетевиках заходим, там ценники что-то внезапно приподниматься ставили, так ведь? Везде поднимаются, а что? Но здесь-то попроще. Здесь, да. Ну, спокойно живем, да? Конечно. Так вот, забудьте о долларе. Просто забудьте о нем. Потому что то, что у нас творится, я как-то в детстве в своем сказал, что, говорю, лучшее вложение денег в Россию, это, по-моему, доллары. Они никогда не падают. Ну, наверное, так оно и будет. Хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы все вернулось на круги свои и Рыбольд показал всем, что он крутой. Ну, может это и случится, я же не знаю, дай-то бог. Но вам необходимы замечательные штуки под названием электричество. И это электричество вы покупаете где? Да прямо за моей спиной. Комсомольская, 17, вокзальная, 5. Электросила. Абсолютно нормальные, ровные ценники. Ну, может быть, чуть-чуть выше, но не сильно. Не сильно, уж поверьте мне.